Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас история. У нас последняя, завершающая часть огромного сериала под названием «Первый фронт». Напомню, что в предыдущих частях этого большого сериала мы говорили о тех боевых действиях против гитлеровской Германии, ее союзников, которые вели страны антигитлеровской коалиции. Это война сентября 1939 года, вторжение Германии из Советского Союза в Польшу, затем Запад, вторжение, вполне успешное для Гитлера, вторжение во Францию, Бельгию, Голландию, затем воздушное сражение в небе над Британией, битва за Британией, а потом мы говорили про грандиозную океанскую войну, битву за Атлантику, и про воздушную многолетнюю войну в небе над Гитлеровской Германией, в результате которой экономика транспортной системы Гитлеровской Германии была практически разрушена в хлам. На море, на воде, на суше тоже. На суше тоже воевали союзники, ну, я имею в виду до высадки в Нормандии, во многих местах, в частности, в той же самой французской кампании там участвовал британский экспедиционный корпус, была война в Норвегии, но самым масштабным, самым масштабным наземным сражением Первого фронта, это, конечно, Североафриканская кампания. Вот о ней-то мы и будем говорить сегодня, в следующей передаче. А Североафриканская кампания, которая продолжалась более двух лет, и по поводу которой всякий советский человек, который хорошо учился в школе, должен был знать, что это ничтожный эпизод, раздутый буржуазными фальсификаторами истории, что там было всего-то две немецкие дивизии, которые туда-сюда по этой ливийской пустыне, туда-сюда катались, и, разумеется, все это не идет ни в какое сомнение с грандиозными сражениями на советско-германском фронте войны. Интересная точка зрения про две немецкие дивизии, только сразу же возникает вопрос, особенно когда мы смотрим вот эту табличу, которая сейчас перед вами, с англоязычной Википедией, по поводу потерь. Каким таким волшебным образом две немецкие дивизии смогли только пленными потерять 180 тысяч, человек, да еще и союзник итальянцы, только пленными потеряли 250 тысяч человек, что-то как-то многовато для двух дивизий. Прямо скажем и по технике, все-таки две с половиной тысячи танков, 70 тысяч грузовиков, тоже что-то с двумя дивизиями как-то не стыкуется. Вероятно, все-таки масштаб этого события, этой войны, этой многолетней операции гораздо больше. Вот о том, что это было, зачем и к чему, мы будем говорить сегодня. Последняя часть огромного сериала про Первый фронт – это хороший повод для того, чтобы вспомнить более подробно логику, если можно так сказать, логику, стратегию, геостратегию всей этой войны. А война для Гитлера, для гитлеровской Германии началась с двух блестящих успехов. Это победа над Польшей, разгром Польши в сентябре 1939-го, победа на Западе, разгром французской армии, оккупация более половины Франции. Выражаясь циничным языком биржевых спекулянтов, вот тут и надо было бы, глядя из сегодняшнего дня на базе той информации, тех знаний, которые сегодня имеет каждый школьник, хороший школьник, с точки зрения интереса Гитлера и гитлеровской Германии, вот тут и надо было бы фиксировать прибыль и заканчивать. И просто заканчивать эту войну. Победа на Востоке дала Германию, подчинив полную оккупацию или в подчинение. Германия оказалась половина Польши, Чехия, Словакия, Венгрия стала союзником, а Румыния после поражения уже в 40-м году, после поражения Франции, на которой она в основном ориентировалась в ее внешней политике, тоже стала перемещаться туда и сначала негласно, потом уже вполне официально присоединяться к фашистскому блоку. А таким образом еще раз Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, это грандиозная продовольственная база, это исполнение многократной перей, выполнение тех желаний и намерений, которые молодой Гитлер, сидя в тюрьме, писал в книжке под названием «Моя борьба», что немецкому народу нужно жизненное пространство для того, чтобы раз и навсегда обеспечить себя продовольствием, эту большую промышленную страну, и не оказаться в той ситуации, в которой они оказались в финале Первой мировой войны, а когда Германия и ее союзник Австро-Венгрия, империя Габсбургова, оказались просто на грани голода, настоящего голода. Эта проблема была решена, и с перечисленными государствами, с этой огромной сырьевой продовольственной базой, можно было на ближайшие десятилетия и столетия уже об этом не печалиться. С другой стороны, с другой стороны, победа над Францией, ошеломляющая, оглушительная победа, с большими потерями, большими потерями, порядка 50 тысяч только безозвратно потеряло, погиб на убитых и пропавших без вести, и тем не менее, Гитлер сфотографировался по триумфальной арке Парижа, Париж упал к их ногам, целенький, нетронутый, будучи объявлен открытым городом, большего торжества и большего удовлетворения понтов и амбиций невозможно было даже придумать. Они прошли триумфальным маршем по триумфальной арке Парижа. Вот тут можно было бы фиксировать прибыль и заканчивать. Все разумные цели были достигнуты, и неразумные амбиции понты, которые, вообще говоря, есть такое мнение, определяют поведение людей, особенно мужчин, в большей степени, чем любые материальные соображения, понты тоже были удовлетворены. Однако они не остановились, они не остановились, европейская война не закончилась, она только начала разгораться. С разбегу Гитлер, коллективный Гитлер, Гитлерская Германия, решила повторить все то же самое с Великобританией. Вероятно надеяться на то, что через несколько недель после начала войны Лондон объявят открытым городом. Но тут, как известно, не срослось, об этом у нас записан большой сериал о нашем канале, и написано бесконечное количество книг по поводу этой самой воздушной сражения, битвы за Британию. Они не смогли подавить британские ВВС, не смогли подготовить ситуацию к высадке через Ла-Манш, после чего сделали следующий самоубийственный шаг. Они перешли к ночным террористическим бомбардировкам британских городов, прежде всего столицы Лондона. Лондон бомбили 50 ночей подряд. В результате этого воздушного наступления Блиц, как он вошел в историю с таким названием, они убили десятки тысяч людей. Но в общей сложности к маю было уже более 50 тысяч убитого гражданского населения, не считая раненых, изувеченных, оставшихся без имущества и кроваваний, уничтожили, разрушили сотни тысяч домов. И в результате Британской империи, которая была в начале этой войны, в сентябре 1939, неким потенциальным, потенциальным противником, превратилась в злейшего врага. И после таких потерь, и после полыхающего Лондона, уже надеяться на то, что удастся замириться, было невозможно. Это уже была неволя Черчилля, и даже невелик, безусловно, великой роль Черчилля. После этого британцы пришли в то состояние, которое замечательно сформулировал советский посол Майский. Паники не видно. Растет волна холодного британского бешенства, и готовности стоять до конца. Оказавшись в этой ситуации, Гитлер решил переломить судьбу. И в ноябре 1940 года, после того, как стало понятно, что с воздуха разгромить Британию не удается, Лондон открытым городом не объявляется, а сил для высадки через Ламаш, конечно же, нет, учитывая господство британского флота. Переломить судьбу через еще один, на этот раз более тесный, союз Гитлер. Хорошая оговорка со Сталиным. По переговору Молотова с Гитлером, нет, они не открыли Гитлеру глаза. Глаза у него открылись только, только в сентябре, ну скажем так, осенью 40-го, зимой 40-го, извиняюсь, осенью 41-го, зимой 41-го, 42-го, уже после вторжения. Только после вторжения. А только увидев эти бесконечные, уходящие за горизонт колонны брошенных советских танков, только увидев эти бесконечные колонны, многомиллионные колонны пленных красноармийцев, только увидев эти ряды самолетов, брошенных на бесчисленных аэродромах, только тогда до Гитлера дошло, что его ждало и с кем он связался, с кем он вступил в войну. Тогда, в ноябре 40-го, конечно, такого понимания и близко не было, тем не менее, Гитлер понял, что союзника на Востоке у него нет. Есть наглый и жадный вымогатель, который поддерживает его, как веревка поддерживает повешенного. И что же нам делать? Задаю я вопрос, став, как это не дико звучит, на позицию Гитлера, его окружения. Что же нам теперь делать? Ну, если штурм британской метрополии не состоялся, ну, если штурм не состоялся, значит, мы переходим к осаде. Ничего другого люди не придумали, начиная с времен древности. Осада. Лишить противника подвоза, подвоза всего, изолировать и дать ему подохнуть с голоду, холода и так далее. Это логика, это логика осады средневековой крепости в данной ситуации, в средневековых годах 20 века, означало, что надо лишить британскую метрополию, эти достаточно небольшие острова, которые в хорошие-то времена не способны были обеспечить себя даже едой, тем более, никак они не могли обеспечить себя сырьем для работы промышленности и военной промышленности. Значит, надо их лишить, изолировать от огромных колониальных владений Британской империи. Ну, тут мы приходим к той самой идее. Война в Атлантике, морская блокада. И, вложив огромные ресурсы, у нас об этом записан большой сериал, колоссальные ресурсы, безумные ресурсы, пожрала эта морская война, которая в конечном итоге ничего, кроме больших потерь и затрат, Германия не принесла, хотя при каких-то, возможно, других раскладах, при более активной концентрации сил, ресурсов на это, может быть, можно было что-то переломить, и, может быть, можно было выиграть эту войну так, на море, через блокаду, морскую блокаду Британии. Был и другой вариант. О нем-то мы и говорим, а он-то и лежит в основе той североафриканской войны, о которой мы и будем говорить. А чтобы понять его логику, давайте поглядим на вот эту картинку. Вот нарисовал я вам эту картинку, она мне аж самому так понравилась, так понравилась. Вот так и хочется на этой картинке сверху написать все, что вы хотели узнать про Вторую мировую войну, но боялись спросить. Что это за циферки такие? Это добыча нефти. Ну, понятно, что все округлено, как видите, до целых числа. Конечно, мы отбросили здесь малые, небольшие месторождения, какие-то небольшие источники, оставили только главные. А главное было в Старом Свете. Вы будете смеяться, вот они все перед вами, четыре точки. Румыния, причем по словам Румыния, здесь имею в виду и Румыния, и венгерские нефтепромыслы, тем более, что там граница непрерывно двигалась, где Венгрия, где Румыния. Это шесть, все округленно. Понятно, что в каждом году было по-разному. Шесть миллионов тонн в год. Абсолютным лидером, который добывал больше, чем все остальные вместе взятые, был Советский Союз. Это Баку-Грозный, Каспийский регион. 35 в среднем миллионов тонн в год. Кому пойдет эта нефть, вопрос сложный. Ну, до некоторой степени немцы могли ожидать, что что-то достанется им в свете договора о дружбе и границе, заключенного в сентябре 1939 года. А Британия что? А Британия имела пять, ну, не имела это, не ее территория, но это территория ее союзников, Ирак, так и просто, был ее фактически полуколонией. А пять миллионов тонн добывалось в Ираке и двенадцать миллионов тонн в Персии, современному в Иране. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. А там, там, за океаном, там за океаном 263. 263 миллиона тонн нефтедобычи в год. Это совокупно Соединенные Штаты, прежде всего, конечно же. Затем Венесуэла, затем Мексика. Все это близко, все это доступно. И Венесуэла, и Мексика находились, безусловно, в сфере влияния Соединенных Штатов. Так что, когда я эти цифры сложил, не думаю, что я сильно ошибся. На любом случае, там, и чисто американские, это 220 миллионов, чтобы вы не думали. Все понятно. Все понятно. Шансов выдержать войну на истощение, многолетнюю войну против той коалиции, к которой присоединится Америка, не было ни у кого. 263. Так вот, поглядев на эту картинку, мы начинаем понимать прекрасный, совершенно логичный план. Да, да, я же должен пояснить, что там около, на территории Германии какие-то 12 в кавычках. Дело в том, что, да, никаких нефтяных скважин посреди Берлина, конечно, не забило. Но, как мы знаем, об этом много говорили, когда говорили про воздушную войну над Германией, немцы, готовясь к этой войне, создали грандиозную, гигантскую, фантастическую по масштабе промышленность, которая превращала твердые черные камушки, то есть каменный уголь, в жидкое топливо. На пике, на пике, они, вообще вся эта карта, это карта 1938 года, такая была уровень нефтедобычи в 1938 году. В 1938 году, конечно, Германия только-только начинала эту программу, но на максимуме, где-то в 1943 год, немцы производили порядка 6 миллионов тонн моторного топлива. Бензин и солярка, да, и соляркой. Делался, за милую душу, синтетическое, ну, солярка и синтетическое дистопливо. Так вот, почему я написал 12? Ну, опять же, очень округленно, по технологиям того времени, для того, что, ну, где-то примерно 50% черной липкой нефти превращалось в моторное топливо, бензин, керосин, солярка. Ну, соответственно, вот эти 6 миллионов синтетики можно назвать условно добычей 12 миллионов тонн черной нефти, что я и нарисовал. Возможно, имеет смысл глянуть на динамику, вот это все то же самое, только это картинка конца войны, 1945 год. Оцените масштабы добычи нефти там, в новом свете. Советский Союз добычу снизил существенно. Отдельный разговор почему. Англичане, которые взяли под свой контроль, ну, вы помните, совместно с советскими войсками осенью, в августе, извиняюсь, 1941 года взяли Иран, обеспечивая резкий рост добычи, именно Иран теперь уже стал чемпионом добычи в Старом Свете, 37, в Ираке 6, и появилась еще, уже появилась Саудовская Аравия, 8. Вот такие вот расклады. Ну, нас интересует, конечно, ситуация не конца войны, а то, что было передней. Возвращаясь к этой схеме, мы понимаем, что прорыв туда, на Ближний Восток, Ближний и Средний Восток, как он называется, захват нефтяных месторождений Ирака и Персии означал полный переворот хода войны. С одной стороны, Германия получала огромный, огромный источник нефти, с другой стороны, она лишала этой нефти своего противника, Британскую империю. После чего военная машина Британской империи просто выключалась. Да, если не иметь в виду Соединенные Штаты, но на тот момент, а мы с вами находимся осенью сорокового года, Америка была еще очень далеко от вступления в войну. Более того, там был президент Рузельт, который стал президентом на обещании, что никогда больше наши парни воевать в Европе не будут. Пускай европейцы сами разбираются, а мы повторять ошибку Первой мировой не будем. То есть, да, захват Ближнего Востока нефтяных промыслов Ирака и Ирана переворачивал всю ситуацию и действительно мог быть решением выхода из тупика, статистического тупика, в котором оказалась Германия. Ну, а вообще говоря, где Персия, там и Каспий, а где Каспий, там и Баку. Так что, в общем-то, можно было прибрать рукам советскую нефть и не зависеть больше от милости Сталина. Только надо для этого двигаться далеко. И вот мы смотрим на та же самая картинка, только уже по-другому нарисованная. А что вообще, говоря, у нас происходит здесь на земле и кому здесь что принадлежит? Британцы, безусловно, контролировали Египет, безусловно, контролировали подмандатную Палестину, то, что сейчас называется государство Израиль, и Орданию. До некоторой степени они контролировали ситуацию в Ираке. Вот, собственно, и все, что я обвел вот таким вот сиреневым контуром. Это все, где британцы могли хотя бы рассчитывать на то, что они контролируют или могут контролировать эту территорию. А все остальное Ливия на тот момент была полностью подчинена Италии, причем это не завоевание Муссолини. В 1911 году была война между Италией и тогда еще Османской империей, в результате которой итальянцы подчинили себе эту территорию, и Ливия была под их контролем, который уже во времена Муссолини превратился в просто полную безоговорочную оккупацию этой территории. То есть Ливия была плацдармом фашистского блока в Северной Африке, Тунис Алжири Марокко обозначенная желтой и обведенным желтым, а также Сирия и Ливан принадлежали кому? Французам они конечно же принадлежали. Это французские колонии, а Алжир так вовсе имел статус департамента, даже не заморской территории, а просто департамента одного из французских департаментов. Как мы понимаем, после поражения Франции, подписания соглашения о примирии и создания марионеточного прогерманского правительства в этом местечке Виши во главе с Петеном, вот это все желтеньким обозначенное было союзником Гитлеровской Германии. Ну да, союзник этот был не сильно надежен, это из тех союзников, про которые говорят с такими друзьями, может быть и врагов не надо, но в любом случае, в любом случае, англичане за эту территорию зацепиться не могли. Отношения между Виширским правительством и Британией были в высшей степени враждебные. Так что вообще говоря, картинка-то для немцев не такая уж и плохая. Есть много различных вариантов, но самое простое и понятное это двигаться по суше, благо Германия все-таки прежде всего сухопутная армия, сухопутная армия, это наземные войска, это огромный опыт и умение вести войну на земле. Да, расстояние гигантское, если начинать от Ливии, которая контролируется вашим союзником Италии, да, и двигаться туда до Персии, ну так примерно я померил, это 2,5 тысячи километров, жуткое расстояние, 2,5 тысячи, вы простите, от Бреста до Москвы, более бы далеко от Бреста до Москвы, но это всего-то тысяча, а здесь 2,5 тысячи, но мы-то с вами не первый чей день говорим про историю войны военного искусства, и мы прекрасно понимаем, мы прекрасно понимаем, что пространство не сопротивляет себя никогда, сопротивляются или не сопротивляются люди, сопротивляются армии, а если армии нет, ну, 2,5 тысячи километров, это просто несколько дней езды на железной дороге, только и всего, только и всего, а сопротивляться это было особенно нечему, у Британской империи никогда не было, в принципе, большой сухопутной армии, а в этой ситуации, в ситуации конца 40-го, начало 41-го годов, весьма и весьма скромные сухопутные войска были разбросаны на огромном пространстве, на огромном пространстве, от Малайзии до, собственно, самой метрополии, что-то надо было держать и в Африке, что-то надо было держать на Среднем Востоке, в результате все, что было у англичан на территории Египта под мандатной Палестину, это порядка 30-40-50 тысяч человек, всего, всего, всего военного персонала, то есть это капля в море по сравнению с теми войсками, которым теоретически располагала гитлевская Германия, так что, в общем-то, эти 2,5 тысячи не должны сильно были кого-то пугать, сильно пугать, а там, еще раз повторяю, до советского Баку можно дойти и вообще закрыть все вопросы, но ведь можно было так далеко и не ходить, что-то надо двигаться так далеко из Ливии через весь Египет, у нас есть союзник, союзник, который с нами заключил все договора и волей-неволей нам подчиняется, это Франция, это Вершинская Франция, в руках которой Сирия и Ливан, а Сирия и Ливан это вообще прекрасный плацдарм прямо там, не надо так далеко ходить, более того, нефтепровод, как видите, который успели положить тому времени от нефтепромыслов Моссола и Киркука, который вел к Хайфе, находится просто на расстоянии протянутой руки, если смотреть по карте, то есть в нескольких десятках километров от границы французской, оккупированной французами, подчиняющейся французам Сирии, то есть сирийские войска, плюс подкрепленные немцами, им надо было немножечко, очень немного, тут уже не тысячи километров, всего-то несколько шагов, перерезать нефтепровод, а потом в конце концов дойти собственно до месторождения Моссола Киркук, взять под свой контроль советский канал, вот собственно и все, нефть-то может быть еще и бьет из скважин, а как ее, а как ее перевести, нефтепровода нет, советский канал закрыт, в обход всей Африки, это значит далеко возить. Это был самый простой вариант, но был еще более простой вариант, вообще просто замечательный вариант, который немцы с огромным опозданием, опять же, с точки зрения преступных интересов, преступного гитлеровского режима, они начали реализовать 1 апреля, прям день такой, 1 апреля, никому не вес 41 года, когда в Ираке, Ираке, поддержанный нерманскими спецслужбами, произошел военный переворот, пришел к власти некий Рашид Али Аль-Гайляни и сформировал правительство, которое откровенно ориентировалось на Германию и потребовало от англичан покинуть страну. Дело зашло настолько далеко, что уже на территории Сирии, на сирийских аэродромах стали появляться немецкие военные самолеты. То есть вообще ситуация была в высшей степени тревожная, мягко сказать тревожная, если еще к этому отметить, что 1 апреля переворот в Ираке, 6 апреля немецкие войска вторгаются в Грецию и Югославию к концу апреля. Ну, в Югославии раньше греки продержались до конца апреля, то есть теперь уже у немцев есть и плацдарм восточном Средиземноморье, и в общем ситуация как-то окатилась к некому краху. В этой ситуации немцы еще с большим опозданием сделали то, что с точки зрения их преступных интересов надо было делать на год раньше. Англичане немножко растерялись, но в растерянности пребывали недолго. Первым делом был подавлен самым решительным беспощадным образом мятеж в Ираке. Ну, вы понимаете, тогда еще не было телевизора. Телевизора не было, поэтому можно было воевать. Они рассматривают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю картинку с тем, как арабские женщины воздевают руки к небу, кричат и трясут труппами. Тогда все было по-другому, поэтому мятеж был подавлен быстро и решительно. Ну, а дальше наступила очередь Сирии, находящейся в руках в Мишинской Франции. На этот раз англичане решили действовать на опережение и в ночь седьмого на восьмое июня началась операция. Операция называлась она «Экспортер» операции английских и войск деголевских свободная Франция, воюющая Франция, как иногда назывались. Вот эти, ну, прямо скажем, деголевских войск там было порядка пяти-шести тысяч человек, скорее для некого символического обозначения. Главным образом там были британские войска порядка тридцати тысяч, причем британские войска это австралийская дивизия, это были индийские, ну, в Индии, это не знаю, что это были только этнические индусы. Кроме того, там было, кроме того, там были и добровольцы из еврейского ишува, из еврейских поселений в Палестине подмандатные. Несмотря на высшие степени, высшие степени, напряженные, шла подпольная вооруженная борьба против британцев, которые не выполняли требования, которые были, на основании которых они получили мандат, но это другая история, которая у нас тоже достаточно много на канале рассказана. Но дело в том, что накануне этой операции, конкретно 15 мая 41-го года, англичане разрешили создать из добровольцев на территории Палестины две роты, они были, причем создавались как спецназ под общим управлением британского управления специальных операций, то есть как разведывательные диверсионные подразделения, которые должны были в первые часы первой часы кампании переправиться через пограничную речку летания, захватить необходимые точки, проходы для войск, мосты, дефилей и так далее. Вот одно из этих рот командовал буквально после принятия решения о создании этого Пальмаха выпущенной из тюрьмы, где он находился за антибританскую деятельность, молодой парнишка, 26 лет ему было, Маше Даян, сын репатриантов, самых первых репатриантов, приехавших в начале 20 века, разумеется, с территории Российской империи. Вот именно Маше Даян командовал одной из этих рот, и в первые часы операции в бинокль разглядывал вражеские позиции, прилетела пуля. Бинокль спас ему жизнь, но глаз пропал, и с тех пор Маше Даян с его знаменитой черной повязкой, тоже, скажем так, эта фотография, особенно Маше Даяну, когда они в июне 1967 года входят через ворота старого города Иерусалима, тоже стал одним из символов 20 века. Наверное, каждый советский человек знал, кто такой Маше Даян, все остальное мог не знать, и что забавно, в советские времена, когда я школьником был, была такая басня почему-то у советских людей, что Маше Даян был советским офицером, офицером Красной войны, и глаз потерял сражение под Сталинградом. Ну, что плюс-минус на один год неверно. Однако, вернемся к операции. А главная схема перед вами. Значит, главный удар наносился с территории подмандатной Палестины, сейчас бы мы сказали, северного Израиля, на Бейрут и Дамаск. Несмотря на ожидания Деголя, войска Вишистской Франции, примерно в той же численности, тоже примерно 30-35 тысяч человек, оказали упорное, в высшей степени упорное ожесточенное сопротивление, которое стало рушиться и сыпаться после того, как союзная командная организовала вот эти два охвата. То есть, один удар наносился с территории пустынного Ирака, через пустынную территорию, через горные переходы на Пальмиру, ту самую Пальмиру, которую британцы заняли, и что примечательно, вот там, в войсках, которые наступали на Пальмиру, кроме британцев, был еще и так называемый Арабский Легион, действительно сформированный из арабов, живших на территории того, что сегодня называется Иордания, в дальнейшем именно это, ну, это крупное воинское соединение, бригада, по современным масштабам оно и стало основой, из которой выросла Иорданская армия, а через сколько, семь лет, а через семь лет во время войны за независимость именно Арабский Легион был самой мощной, самой боеспособной силой, малочисленной, но самой боеспособной силой, большой коллекции арабских стран, и, собственно говоря, только они-то и удержали всех остальных, сирийцев, египтян, иракцев и прочих, новорожденная армия новорожденного Израиля выкинула, а вот Арабский Легион-то удержал то, что тогда называлось западным берегом реки Иордана, а сейчас называется территорией палестинской автономии. Вот так они воевали, где-то на расстоянии 100 километров воевал Арабский Легион и еврейские спецназовцы. Таким образом, задача была от Пальмири двигаться к берегу моря, захватить порт Триполи, и еще один охватывающий маневр вдоль реки Ефрат. Вдоль реки Ефрат, там практически у французов не было войск, таким форсированным маршем через Алеппо вытекло таки еще одному порту, то есть задача была в том, чтобы захватить главные порты и лишить Гитлевскую Германию возможности прийти на помощь своему союзнику, войскам Вершинской Франции и вмешаться, высадиться туда. Весьма, еще раз повторяю, весьма ожесточенная война длилась больше месяца. Дамаск союзники заняли 21 июня, ровно за день, да, ровно за день до 22 июня. Кстати, вот на этой фотографии вы видите таких замечательных джигитов, кто это такие? Это черкесы. Это черкесы на улицах Дамаска, это 21 июня, может быть уже 22 июня. Это потомки тех черкесов, которые бежали от геноцида, устроенного царским правительством, бежали на территорию Османской империи, соответственно, оказались там, в Ливанте. Они присоединились к союзникам, к англичанам и войскам свободной Франции. Вообще, весь июнь только об этом писали советские газеты и это очень примечательно, потому что до 22 июня, когда берешь советскую газету «Правда или известие», там целая полоса, огромная полоса под названием «Война в Европе». Ну, это, конечно, в Сирии не совсем Европы, но, понятно, воюют европейские государства. Так что, тезис о том, что война началась 22 июня, близкие сердцу каждого советского человека, появился только после 22 июня. А до этого газета «Правда» совершенно точно знала, что в мире полыхает и полыхает мировая война. В результате, в результате 11 июля, когда уже, конечно же, внимание и всего командования гитлеровского, да и, собственно, внимание всего мира было приковано к грандиозным сражениям на Восточном фронте, понятно, немцы было уже не до того, чтобы спасать своих союзников Сирии. 11 июля начали вишистские войска запросили перемирие, 14 июля была подписана капитуляция, короткая, но весьма ожесточенная война закончилась, потери были не маленькие, потери были не маленькие, союзники потеряли убитыми 4 тысячи человек, ну это практически каждый, наверное, седьмой за месяц, потери французов были еще больше, порядка 6 тысяч только убитыми, то есть тоже примерно каждый шестой безвозвратно за месяц, то есть короткая, но весьма ожесточенная война, которую сейчас все забыли, но последствия ее были, на мой взгляд, грандиозные, грандиозные в масштабах всей Второй мировой войны. Дело в том, что захват британцами Сирии и Ливана, ну номинально власть там передали Деголю и его правительству свободы Франции, захват этой территории, захват портов, Восточно-Средиземноморья лишил гитлеровский блок возможности прорваться к драгоценной нефти Среднего Востока Ирану, Ираку кратчайшим путем и теперь уже следующие полтора года гитлеровскому блоку, что они делали с большим настойчивостью, предстояло прорываться к этой нефти длинным и сложным путем через безжизненные пустынные пространства Северной Африки. Что такое Северная Африка? Начнем с простого, с геометрии и географии. По-всякому можно мерить, я, как видите, померил по минимуму по северному обрезу Северной Африки. У меня получилось от Маракеша до Суэца 3900 километров. По странному стечению обстоятельств это в точности равно расстоянию от Лиссабона до Москвы. Да, не удивляйтесь, красная линия длиннее, но это особенность развертки сферической поверхности Земли на плоскую карту. То, что Северной кажется длиннее. А на самом деле расстояние именно такое, как от Лиссабона до Москвы. Ну, на таких пространствах, прямо скажем, эта война не шла. Основные боевые действия происходили, вот, то, что я нарисовал Красный Дугой, Ливийская пустыня, запад, запад Египта, Тунис. Ну, и эта дуга, это две с половиной тысячи километров. Чтобы было понятнее, я нарисовал вам дугу от Бреста до Москвы. Вроде бы большое расстояние, всего-то тысяча. Ну, и совсем маленький кусочек, это боевые действия мая 40-го года, вторжение Германии в Бельгию и захват Парижа. Чтобы было понятнее, геометрический масштаб той основательно забытой советскими историками войны, которая происходила в Северной Африке. Но главное здесь, я бы сказал, не геометрия, а физическая география. Что это из себя представляет, с точки зрения, возможности для жизни. Прямо скажем, ничего за последние пять тысяч лет принципиально не изменилось. Как она была страшная, безжизненная пустыня, так она и осталась. На дальнем восточном краю этой пустыни, среди выжженных песков и барханов течет великая могучая река Нил, несет огромное количество пресной воды, ну а пресная вода это жизнь, это полив, это плодородный Ил и дельта Нила, Каир, Александрии, как были они, так и по сей день остаются одним из наиболее густонаселенных районов на планете Земля. Но стоит отойти на 10-20 километров и начинается то, что называется Ливийская пустыня. Ливийская не с точки зрения политической географии тех линий, которые колонизаторы привели, а географическая. Термин Ливийская пустыня это огромное пустынное пространство, фактически от долины Нила на востоке и до Карфагена по современному Туниса на западе. И тогда сейчас там люди не живут и не выживают. Там живут только скорпионы, ящерицы и змеи. Однако вдоль берега Средиземного моря, южного берега Средиземного моря, даже сейчас еще остались, это спутниковый снимок, перед вами некие зеленые пятнышки. Киринаика. А Киринаика древняя греческая колония 6 век до нашей эры уже там появились греки и название то есть греческой мифологии Кирина это была одна из возлюбленных бога Аполлона, который как положено своровал, утащил и вот туда ее и притащил. Там они и жили. Фокус географический и физический в том, что там вдоль берега невысокие 300-400-500 метров Нагорья, горная гряда, холмы, которые останавливают движение дождевых облаков, там льют дожди примерно там 2 месяца зимой, зимой в году льют дожди, но если это дело сохранять, собирать, уметь это делать, то такая дождевая цивилизация там возможна. И еще раз повторяю, в античные времена это был один из центров эллинистической культуры, там в частности были те самые философы-гедонисты, о масштабе цветущей там цивилизации мы можем судить по масштабу этих развалин городов в Киринаике, но дальше, как мы говорили, климат менялся и по естественным причинам, и под воздействием деятельности человека, неконтролируемый выпуск, овец и коз, азис эти съежились, но еще, еще где-то полосочка, живая, пригодная для жизни, вдоль берега в Киринаике осталась, а все остальное абсолютно безлюдная пустыня, вплоть до, еще раз повторяю, до бывшего карфагена, современного Туниса. Соответственно, ничего нового я не скажу, что боевые действия, ход, тактика ведения боевых действий зависит от ландшафта, от климата, это всем понятно, но в данном случае, применительно в Северной Африке, здесь уже количество самым природа, природа способная убивать. В этой местности задача снабжения, логистики, которая всегда является очень важной, становится жизненно важной. Тут без постоянного обеспечения подвоза, подвоза, прежде всего, воды и еды, ваши войска не смогут не то, что воевать, они не смогут выжить. Там создаются совершенно другие формы ведения боевых действий, там нету и быть не может никакого линейного фронта. А боевые действия представляют собой череду стремительных прорывов и марш-бросков, продолжительность которых определяется опять же не сопротивлением противника по большей части, а плечом подвоза. В какой-то момент уже невозможно грузовиками той эпохи обеспечить подвоз воды, еды, боеприпасов, горючила и вот этот стремительный бросок наступления останавливается. Никогда еще мы много с вами рисовали масштабных линейчик на схемах боевых действий, но никогда я еще не рисовал линейчик с такими цифрами. Сотни километров, тысячи километров. Такой географический и геометрический размах, при этом открытые фланги, при этом приказ ни шагу назад стоять насмерть приводит к именно тем последствиям, которые в нем и звучат. Достаточно несколько дней постоять на месте, когда у вас закончится, еще раз повторяю, еда и вода, таки все помрут. Это совершенно другая, совершенно другая война. Еще одной особенностью этой войны является отсутствие рек, полное отсутствие рек в этой местности. А река это не только вода, а река это еще и мощнейший, мощней не придумаешь противотанковый ров. Понимаете, противотанковый ров всегда можно засыпать, что немцы замечательно делали летом, осенью 41-го года в Советской России в определенном узком участке засыпать и танки пройдут, но пока еще никому не удавалось засыпать реку. Здесь нет рек, здесь нет рек, поэтому еще раз повторяю, глубина прорыва определяется главным образом не укреплениями противника, а возможностями снабжения. Теперь посмотрим поконкретнее, как это все выглядело не во времена древнего Египта и древнего Карфагена, а именно что в 40-е годы. Как мы видим, люди настолько освоились, что даже построили кусочек железной дороги, вот эти Бенгази, это главный порт в Киренайке, там даже была некая веточка железной дороги примерно на 100 километров, есть красная линия, красная линия, которая идет вдоль всего берега, прибрежная дорога, на которой и нанизаны обитаемые места, но главным обитаемым местом, кроме в Бенгази является Тобрук, рапорт, видите, дальше еще некоторое количество небольших, все это поселочки с населением в несколько тысяч, может где-то 10 тысяч человек и все, а дальше вглубь, вглубь пустыни ведут караванные тропы, по которым могут двигаться вермлюда с хорошим проводником и больше ничего, а в результате, как вы увидите и сегодняшнего нашего рассказы из следующих, то, что во всех книгах, учебниках называется война в пустыне, по большому счету была не войной в пустыне, а была войной вдоль берега, вот такой прибрежной войной, ни те, ни другие, ни немцы, ни их противники и не рисковали отходить от кромки берега, потому что кромка берега обеспечивала что? Возможность подвоза, подвоза снабжения по воде, по воде, либо вода, как мы знаем, это самая лучшая транспортная магистраль. Двигаться же в самой пустыне, даже там, где были какие-то автомобили и даже у них был бензин, было не слишком комфортно, это просто фотография, это не фильм ужасов, это фотография, песчаная буря, можете себе представить, как вот это все действовало на двигатель, двигатель машины, двигатель танка, двигатель самолета, то есть, опять же, нужны дополнительные песчаные фильтры, колоссальный износ техники, непрерывная замена масла, масляных фильтров и так далее. В этой всей схеме, которую мы видели, есть еще один, практически незаметный, но вот на этой схеме он обозначен, просто пятнышко в океане, точечко, под названием Мальта, остров Мальта. Крохотная эта точка имела огромное значение для всего этого многолетнего сражения, колонии, потому что на Мальте это английская колония, там были английские аэродромы, была английская военно-морская база. В результате, до тех пор, пока Мальта держалась, у итальянцев, у немцев были огромные проблемы, с тем, чтобы вообще как-то хотя бы подойти к берегу, к ливийскому берегу. Делали они это вот так, как обозначено на схеме, программе в 41-41 году, это было так. Но пока Греция не была захвачена немцами, туда восточной Средиземноморье им было лучше не соваться. Поэтому итальянцы снабжали свои войска по морю в обход Сицилии, туда в Тунис, что-то выгружалось прямо в Тунисе, дальше вдоль берега, на удаление, которое до некоторой степени позволяло выйти из зоны ударов английской авиации, которая базировалась на Мальту, дальше в Триполи и потом уже каботажными суденышками вдоль всей этой цепочки населенных пунктов до Бенгази и, может быть, несколько дальше. Вот так была обеспеченная логистика, без которой все остальное вообще не имело бы даже упоминания. А теперь, собственно говоря, к войне. Собственно говоря, к войне. Первый этап войны в Северной Африке это итальянский этап. Это этап, когда итальянцы воевали против британцев. И, скажу вам честно, он не займет у нас рассказаний много времени. Как известно, любовь, любовь, которую испытывал Гитлер к Муссолини, была абсолютно безответной. Муссолини платил черной неблагодарностью, когда в конце августа 1939 года Гитлер написал ему письмо и сообщил, что наступил этот торжественный момент, когда мы вступаем в войну против английских этих самых подстрекателей войны. Муссолини мало того, что сказал, что я не готов и я не буду участвовать. В том же самом письме 25 августа он еще не постеснялся написать перечень, сколько миллионов то нефти, там угля, того и сего ему надо прислать, если он хочет, чтобы когда-нибудь Италия стала готова. Началась и закончилась война в Польше, Муссолини ничего не делал, началась и почти что закончилась война во Франции только 10 июня 1940 года, абсолютно к шапочному разбору, за 4 дня до капитуляции Парижа, Муссолини торжественно при большом стечении народа в очередной раз забрался на балконы, произнес речь и объявил о том, что Италия вступает в войну. Замечательно, Италия вступает в войну, задача воссоздать Римскую империю, не более, не более, не менее того, а это значит, что Средиземное море должно стать внутренним итальянским морем. Ну, для этого и предполагалось начать наступление из территории Ливии, которая контролировалась итальянцами изначально, с 1911 года, туда, туда, к долине Нила, которая, каковая долина и была главным призом во всей войне, североафриканской войне, главным призом была долина Нила, Нила, там вода и еда. Силы, силы были немалые, силы были немалые, Муссолини набрал огромную армию, он, правда, забыл спросить, хотят ли военнослужащие этой армии лишиться своей единственной жизни для того, чтобы Средиземное море стало внутренним итальянским морем, или они хотят по-прежнему пить вино и петь замечательные песни под мандолину, находясь на имеющихся берегах Адриотического и Средиземного морей. В Ливии у них было, у итальянцев была собрана огромная группировка под 400 тысяч, под 400 тысяч человек, всего военного персонала, включая местные, так сказать, колониальные войска, командовал этим делом маршал Рудольфо Грациани, такая красивая фамилия, товарищ незаврядный, убежденнейший фашист, что довольно странно для итальянского аристократа с большой родословной, убежденный фашист, член высшего фашистского совета, то есть ЦК КПСС по ихнему, после переворота, когда Муссолини был свергнут на заседание высшего фашистского совета, Грациани остался одним из немногих, кто остался верен Муссолини, и когда немцы Муссолини вытащили, спасли, и на севере Италии создали это марионеточное государство итальянской социальной республика, Грациани там станет министром обороны, после войны ему все-таки выпишут 19 лет, а тюремное заключение у нас сидело всего-то несколько месяцев, потом был амнистирован, однако возвращаемся, а возвращаемся в 40-й год. Значит, Грациани был назначен командующий, войска его были разделены на две части, 10-я армия находилась в Киринаике, именно ей предстояло воевать, там было 8 дивизий, порядка 150 тысяч человек, 1600 орудий, 600 танков всяких типов, танкеток до чего-то более-менее приличного, 150 тысяч человек, 8 дивизий. А что было у англичан? Англичан в Египте всего-то было 36 тысяч человек, то есть итальянцы, даже если сравнивать только с 10-й армии, итальянцы имели четырехкратное, там, пятикратное численное преимущество, а дальше в глубине, в глубине Ливии, еще раз повторяю, в Грицании было вообще-то совокупно до 400 тысяч человек. Танков номинально было много у тех и у других, но надо понимать, что по большей части это были легкие танкетки, а самый лучший итальянский танк, вот он перед вами, вот этот самый Фиат, который, это самое мощное, что было у них, самое мощное, что было у англичан, вот это, так называемый крейсерский танк Марк 1, то есть 40-миллиметровая пушечка, еще две пулеметные башни зачем-то, противопульное легкое бронирование, ну и, страшно сказать, было даже 30 штук Матильд, та же 40-миллиметровая пушечка, но зато очень мощное бронирование, бронирование тут мощнее, чем, пожалуй, на Т-34, да, на тот момент Матильду ничего, что было у итальянцев на оружии не брало, ну а все остальное это вот такие вот смешные сооружения, которые, представьте себе, по тем временам, вот эта танкеточка Викеровская называлась, называлась и считалась там танком, командовать, извиняюсь, британской армией, вторая армия, которая 4-5 раз уступала только первому эшелону противника, было положено, поручено сервам Арчибальду Вейвеллу, который, как вы поймете, своей задачей справился более чем, однако, первый удар нанесли итальянцы после долгих, долгой подготовки, они, в конце концов, еще раз повторяю, война была объявлена 10 июня, а наступление в Северной Африке началось 13 сентября из района, как видите, очень красивым названием Капуццо, они двинулись, достаточно легко и просто пересекли достаточно условную границу между Ливией и Египтом и углубившись за три дня на 100 километров вглубь египетской территории, примерно в районе есть такой там поселочек и портовый, крохотный портовый поселок Сиди-Барани, а там они остановились, закрепились и начали создавать линию снабжения и подвоза, что, наверное, совершенно правильно. Чем они занимались весь конец сентября, весь октябрь, весь ноябрь? Тем временем Сыр воевал главные силы, которые были в районе Мирса-Матрух, получил два месяца, в течение которых он сам, это главное, что получил подкрепление. Туда подвезли несколько, подвезли седьмую танковую дивизию и, наблюдая за бездействующим противником, наблюдая за тем, что дело идет в зиме, то есть хотя бы испепеляющая жара заканчивается, Сыр Арчибальд спланировал операцию, операция должна была занимать пять дней, ревок на запад, обход укреплений, которые выстроили итальянцы и выход к берегу, берегу, окружение итальянцев в районе этого самого Сидибарани и захват порта, чтобы дальше хотя бы в эту точку итальянцы уже ничего подвозить не могли. Таков был скромный план, он начал, операция началась 8 декабря, 8 декабря 1940 года, 10 декабря все было закончено, Сидибарани окружен, итальянцы потеряли 2000 убитыми, 38 тысяч человек сдалось в плен, на поле боя было брошено 297 орудий и 73 танка. В результате Сыр Арчибальд получил вот эту вот, вот эти огромные колонны пленных, которых вообще теперь еще надо, ну то есть 38 тысяч это больше, чем было у него. Высочки, по соображению гуманности, их надо обеспечить водой и едой. Ведь одетый тепло, но это зима еще, а в пустыне зима, вообще говоря, бывает очень даже лютой. Ну если так, ну значит так. Тогда англичане, долго не откладывая, начали следующий этап и решили рвануть к Бардии. Еще один укрепленный пункт, еще одна портовая точка, через которую могла вестись и практически велась каботажным плаванием в снабжении итальянской группировки. Рывок на Бардию занял несколько больше времени. 5 января Бардия была взята, а следующие 42 тысячи итальянских пленных, 275 орудий, 130 танков. В этот момент, наверное, Срач понял, что 5-дневная операция как-то явно разрослась, но надо ее продолжать. Не останавливаться же. На следующем этапе, на следующем этапе, конечно же, главным призом и целью был Табрук, это уже большой город, в масштабах этих масштабах, это большой город, это большой порт, туда даже какие-то дороги подходят, это мог бы быть очень-очень важный для итальянцев опорный пункт. Табрук был взят 22 января, 25 тысяч пленных, 208 орудий, 87 танков. Как вы заметили, цифрыки начинают уменьшаться по совершенно понятной причине, итальянцев не бесконечно много, они начинают заканчиваться. После захвата окружения Табрука британцы устремляются в преследование по двойным управлением, одной колонной движутся вдоль берега на поселочек Дерна, а другой отклоняется и уже уходит туда, туда, в пустыню, к населенному пункту Мехили или Мечили, не знаю, как правильно оно должно произноситься, где они оказались в начале февраля, где они оказались в начале февраля. 3 февраля была занята и Дерна, и Мечили. С этого момента итальянцы окончательно выбрали тактику своих действий и устремились стремительно отрицательное наступление совершенно понятной целью добежать до Бенгази, это уже большой город, большой порт, большой пункт снабжения, добежать до Бенгази раньше, чем туда подойдут британцы. План этот был более чем понятен. и в этой ситуации англичане выбирают чрезвычайно рискованное действие. Вообще не забывайте, что к тому моменту их колесная техника, их танчики проползли уже более 500-600 километров по высшей степени тяжелой местности, среди песка и пыли, и по-хорошему уже нуждались в текущем ремонте. Однако, британцовское командование выбирает очень рискованное решение не пытаться догонять итальянцев отступающих на Бенгази вдоль берега, а, естественно, хорда всегда короче дуги. Марш-бросок через пустыню южнее вот этого хребта Джебель-Ахдар или Зеленая гора, если переводить это на русский язык, и таким вот кратчайшим путем продвигаясь через пустыню выйти к берегу выйти к берегу и отрезать итальянцам возможность отхода далее туда, далее в глубину Ливии. Рискованное мероприятие началось на рассвете 4 февраля. В первый день британцы ухитрились пройти 150 километров, отмечили ДМСУС или АльмСУС, и 7 февраля в районе крохотного поселочка Бедафом, на схеме он вам обозначен, и состоялось ну, наверное, первое сражение, первое и последнее сражение в этой компании. Да, кстати, операция называлась, английская операция, операция Компас. Двудневное сражение о Бедафом, прям-таки, полноценное танковое сражение, на начальном этапе, которого итальянцы даже попытались оказать заметное сопротивление, тем не менее, закончилось так же, как и все предыдущее, то есть, разгром 25 тысяч пленных, 216 захваченных орудий и порядка 100 подбитых и захваченных танков. Итого, от 8 декабря до 8 февраля ровно два месяца продолжалась эта операция. В ходе операции 10-й итальянской армии разгромлено практически полностью, полностью. Отступить смогли лишь отдельные разрозненные подразделения, а британцы захватили в плен и пересчитали по головам 133 298 военнопленных, включая 22 итальянских генерала. Так же захвачены 960 орудий, что примечательно, это цифра из отчетов итальянского командования, 960 орудий, ну и уничтожены и захвачены порядка 400 танков. А за такой ошеломляющий успех британские войска заплатили потери 500 человек убитыми, 1373 ранеными и 55 пропавших безвести. Ну я не знаю чего знает история воина военного искусства, я не знаю больше ни одного подобного примера разгрома с таким соотношением сил, чтобы малочисленная армия разгромила происходящие в 4-5 раз по численности и вот с таким соотношением потерь. Это превосходит даже историю лета 41-го года, разгром первого эшелона Красной Армии. Грандиозный успех, грандиозный успех, но развить этот успех британцам не удалось и по причине уже полной изношенности техники, а самое главное по той причине, что в войне появился новый участник. Вот буквально в эти самые дни Адольф Гитлер назначил одного из лучших немецких военокомандующих Эрвина Роммеля. Команда с африканским действительно на тот момент очень небольшим, всего-то две дивизии корпусом и вот с этого момента началась другая война. Началась совершенно другая война, о которой мы будем говорить в следующей серии нашего рассказа. На сегодня спасибо за внимание.